Что изменилось для жителей многоквартирных домов с первым днём зимы, с 1 декабря 2022 года? В квартирах теперь можно устанавливать хамамы, индивидуальные сауны и инфракрасные кабины. Такие изменения внесены в свод правил системы противопожарной защиты. В этом же своде правил определены требования к внеквартирным кладовкам. Раньше создание таких помещений в многоквартирных домах было запрещено. При этом многим жителям многоквартирных домов хотелось бы иметь возможность хранить несезонные вещи и спортивный инвертарь не в квартире, а в специальном предназначенном для этих целей помещениях. Поэтому в современных жилых комплексах застройщики всё чаще предусматривают кладовые. В своде правил установлено, какие требования будут предъявляться к каким объектам при проектировании. В них определено, что кладовые могут иметь площадь не больше 10 квадратных метров, располагаться на первом и цокольных этажах, а также в подвалах многоквартирных домов и отделяться от коридоров противопожарными перегородками. Размещение помещений, предназначенных для временного хранения колясок, санок и велосипедов, жителей многоквартирного дома допускается без отделения помещения, где они будут находиться, противопожарными перегородками, при соблюдении требований к эвакуационным путям. Кроме того, с 1 декабря владельцы парковочных мест в подземных паркингах в многоэтажных домах получат право размещать на подземной парковке шкафы для хранения инструментов и сменных комплектов колес. Раньше места для хранения в подземных паркингах находились под запретами. Теперь в документе прописана возможность устройства таких шкафов и требований к ним. Для повышения противопожарной безопасности летом 2020 года ввели запрет на размещение мебельных магазинов на первых этажах жилых домов. Свод правил, вступивший в силу с 1 декабря 2022 года, уточняет принятый тогда документ. Остались вопросы? Пишите в комментариях. Если было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди много интересных тем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok